Доброе время суток, товарищи! Это второе видео из серии роликов, посвященных хореографии в Source Engine. Сегодня мы научим NPC перемещаться, воспроизводить базовые анимации и диалоги. Поехали! Но сначала подпишитесь на канал. Предполагается, что вы смотрели наш прошлый урок и знаете, как запустить фейспозер и воспроизвести в игре VCD-сцену. Поэтому мы начинаем свой путь сразу с её создания. Для удобства можно создать новую папку в каталоге Scents. Редактор сразу же предложит дать имя первому актёру сцены. Пусть это будет Брин. Данное имя должно будет совпадать с именем NPC в игре. Не забудьте загрузить программу, требуемую 3D-модель. Сохраните сцену и убедитесь в том, что в папке появился новый VCD. Если программа зависла или выключилась, не переживайте. Valve за 15 лет так и не исправили эти краши, а их тут много. Первое, что следует сделать на панели хореографии – создать новый канал. Канал можно сравнить с Outputs командой Valvehammer, чтобы лучше понимать его предназначение. Внутри канала может располагаться отрезок со скелетной анимацией, мимикой или просто аудиофайлом. Отрезков внутри одного канала может быть достаточно много. Когда канал создан, можно выбрать шаблон, тип отрезка. Например, Move to Actor. Это действие заставит Брина направиться ко второму актёру сцены. Можно выбрать один из шаблонов или указать уникальное имя для вашего второго актёра Valvehammer. Строкой ниже можно указать метод перемещения – шаг, бег, согнув колени. Данный ползунок указывает, на каком расстоянии от цели Брин остановится. Разумеется, нет смысла ставить его меньше 33 юнитов. Галочка справа поможет замедлить шаг актёра, когда он уже достаточно близок к своей цели. Вы можете задать команду движения либо в виде триггер команды, либо указать временной отрезок, во время которого будет совершаться перемещение. Ничего сложного, верно? Итак, мы научились перемещать актёра. Теперь можно научить его шаблонным фразам. О том, как добавить свои, мы поговорим в следующем уроке, так как там полно своих нюансов и проблем. Создайте новый канал и назовите его Sound. На самом деле, название не несёт никакой значимой роли. Теперь можно добавить новый тип шаблона – WAV-файл. Откроется вот такое окошко, где с помощью фильтрации вы можете найти интересующие вас фразы, заранее прописанными фонемами, и просто добавить их на панель хореографии. Мы очень настоятельно рекомендуем вам, как можно чаще сохранять файл сцены, так как фейспозер любит часто ломаться в неподходящий момент. Можно создать новый канал и указать, куда будут смотреть глаза актёра. Отдельным отрезком также указывается направление головы. В том же канале, где было передвижение Брина, можно добавить проигрывание анимации. Можно создать отрезок вручную и выбрать из списка нужный шаблон, либо перейти во вкладку Animation и выбрать анимацию там. Её можно просмотреть в мини-окне, если зажать левую кнопку мыши. Гестер анимации, в отличие от секвенса треска, можно редактировать, перемещая маркеры и контролируя тайминги жестов. Актёров, разумеется, тоже может быть в сцене несколько, но вам сначала нужно научиться справляться с одним. Сохраните файл и сбилдите файл сцены. В игре должно получиться примерно так. Для первого раза не самый плохой результат. Конечно, может быть и лучше. Мы же ещё только начинаем узнавать фейспоузер. А пока что подписывайтесь на наш Бусти, чтобы поддержать проект и получать дополнительные материалы. И удачи, тамодачи!